Добрый день! Сегодня мы поговорим с вами о великом шахматисте Акибе Рубинштейне. Не случайно глава Каспарова в книге «Мои великие предшественники» так и называется «Великий Акиба». Хотя он и не стал чемпионом мира, но до сих пор, наверное, его шахматное наследие воспринимается, ну, никак не меньше, чем наследие Стейница или Ласкера, или Капабланки, или Алехина. То есть он вошел в плеяду великих чемпионов, хотя и не сыграл матч на звание чемпиона мира. Это достаточно уникальное явление. Именно поэтому мы решили два видео посвятить Акибе Рубинштейну. Ну, в первой части мы расскажем о том, что происходило с ним до 1914 года, до начала Первой мировой войны. Это самая блестящая эпоха практических результатов Рубинштейна. А во втором видео мы расскажем, что происходило потом, и остановимся побольше на шахматной части. Итак, Акибе Рубинштейн родился в очень бедной семье еврейского учителя, у которого было 12 детей, и Рубинштейн как раз и стал 12-м ребенком в этой семье. Отец не дожил до его рождения, умер раньше. Родился он на территории современной Польши, но тогда помните, что Польша входила в состав Российской империи, и поэтому его справедливо считают и русским шахматистом, поскольку все его формирование и первые турниры всегда неразрывно связаны с участием во всероссийских шахматных турнирах. Рубинштейн научился играть очень поздно в шахматы, в 13 лет, то есть между 13 и 14 годами он случайно увидел, как играют его одноклассники. И вот тот путь, который ему предназначался, его отправили на учебу, среди, что может быть ему удастся стать учителем Талмуда, как максимальная карьера тогда для бедных еврейских мальчиков в огромных семьях. Но он выбрал для себя шахматы, и к его огромному счастью, он жил в городе Лодж тогда, и там было хорошее шахматное сообщество, известный мастер, мастер Сальве, который, по сути говоря, и стал первым таким серьезным, колоритным соперником Рубинштейна. Как Рубинштейн, научившись в возрасте 13 лет, к 20 годам подошел к мастерской силе, мы не знаем. Дело в том, что вообще фигура Рубинштейна, она крайне неизведанная именно в личностном плане, потому что он никогда не написал ни одной строчки про свои какие-то воспоминания, он очень редко даже партии своей турнирной комментировал. То есть человек крайне немногословный и удаленный от людей, он вел жизнь достаточно неизвестную для современников, очень закрытый был человек. И поэтому только домыслы остаются, известно только, что к 20 годам он подошел уже к силе достаточно такой серьезной, то есть он уже воспринимался как будущий мастер. Молодым мастером он начинает принимать участие в российских турнирах и в общем потихонечку-потихонечку завоевывает какую-то славу свою, но первый, так сказать, крупный успех к нему приходит только в 1907 году. В 1907 году он побеждает на турнире, который проходит в Карлсбаде, это был первый такой крупнейший успех, то есть в возрасте тогда получается уже 25 лет, он становится таким заметным мастером, очень заметным мастером, который побеждает в турнирах, где играют самые сильные шахматисты того времени. Вот для того, чтобы понять силу Рубинштейна этого времени, я покажу вам самую знаменитую, конечно, его партию, Сратлеви, именно в 1907 году она становится, так сказать, его на всю жизнь визитной карточкой. Это партия, в которой Рубинштейн сначала прекрасно исполнил, так сказать, все принципы развития, получили они симметричную позицию, и вот уже ходом ДЦ его соперник, мастер от Ливи, совершает первую ошибку. В один прием выходит черный слон, а после хода Б4 он возвращается на Д6, для чего нужно было определить сразу две психологические сложности, потому что не надо бояться хода Ц5, как слон отойдет на Ц7 и впоследствии поддержит продвижение Е5, это с одной стороны. А с другой стороны не проигрывается пешка на Д5, так как в конце последует тактический удар и выиграется Ферзь. Ну то есть если так вот белый грубо зевнут, то сразу выиграется Ферзь. Но, конечно, главным мотивом слона на Д6 является вот эта его диагональ, то есть что он смотрит туда, куда белые, скорее всего, будут рокировать, и после хода Слона Б2 и короткой рокировки Ферзь Д2 делается блестящий ход Ферзь Е7, когда даже не пытается защищать пешку от возможного хода ладья Д1, а готов ее пожертвовать, но в случае, если пешка будет взята, то развитие у черных на порядок выше и компенсация более чем достаточная. Здесь Ротлевия, кстати говоря, тоже невероятный талант, повторивший в каком-то смысле, но в таком, несколько более убыстренном и не таком блестящем варианте весь жизненный путь Рубинштейна. Так вот, Ротлевия играет здесь Слон Д3 и встает под несколько темпов, и в этой позиции почти симметричный, но где Рубинштейну уже удалось выиграть два темпа, потому что изначально у него был на один темп меньше, а сейчас у него ладья стоит на Д8 и его очередь хода, и поэтому он играет Конь Е5, и возникает теперь давление сразу двух слонов, так называемых слонов Горбитца, и по этой диагонали, и по этой диагонали, то есть сразу возникает, простите, сразу возникает такое давление, и после кода Конь Е5, Слон Е5 возникает тактическая угроза. То есть сейчас Слон угрожает взять пешку на H2, и с другой стороны черный угрожает пойти Фер Д6. Когда они пойдут Фер Д6, то сразу возникнет проблема у Слона на Д3. Поэтому такая неудачная здесь попытка произошла ходом Ф4 отогнать Слона, ну как неудачная, то есть он пытается решить одну проблему, но, конечно, ослабляет пешки для будущего. Рубинштейн координирует все свои силы, и в этой позиции вместо как бы напращивающейся хода Коня в центр, он идет Конем на Ж4, позволяет как бы съесть этого Коня, но тогда черный сыграет ладья БД3 и отыграет фигуру, а после хода Слон Е4, Ферзь А4 возникает угроза маты, и после хода Ж3 возникает эта позиция, которая потом стала самой знаменитой позицией партии Рубинштейна. Следует превосходная жертва Ферзя, и всего остального, можно сказать, отдается Ферзь, после этого играется ладья Д2, отдается ладья, отыгрывается фигура, и после хода ладья Ш3 мат становится неизбежным, и вот это такая невероятная связка по этой диагонали, и работа слона по другой обеспечивает победу. Это превосходная комбинация, прекрасно построенная на стратегическом фундаменте, на четком стратегическом фундаменте. Вот это и стало визитной карточкой Рубинштейна. Он не был чужд комбинации, но, конечно, как самый блестящий продолжатель учения Стенниса, он прежде всего, конечно же, заботился о стратегических моментах. То есть, когда возникали какие-то сумасшедшие гонки, какие-то сумасшедшие осложнения, то он иногда терялся, иногда мог просто подземнуть. А вот его стратегическое наследие, оно, конечно, до сих пор подается осмыслению, и оно, конечно, оказало наибольшее влияние на развитие шахматной мысли в начале 20 века. Так вот, в 1907 году пришел первый успех к Рубинштейну. Этот успех был закреплен в 1909 году, когда Рубинштейну удалось вместе с Ласкером победить на турнире в Петербурге. И они разделили первое место. И уже тогда, в 1909 году, Рубинштейн начинает восприниматься как очень реальный и заслуженный претендент на мировое петербург. Но, с другой стороны, претензии предъявлять Ласкеру, что он не сыграл матч с Рубинштейном в период 1907-1910 годов, тоже как-то не вполне корректно. Ведь Ласкер за это время сыграл пять матчей на звание чемпиона мира. Правда, два из них, с одним и тем же соперником, с Давидом Яновским, он мог и не играть. Скорее, именно в этот период он мог одно из этих времен предоставить Рубинштейну, который вполне заслуживал уже в момент 1910 года сыграть матч с Ласкером. И чем матч этот закончился, мы не знаем. Вы помните, что Лехтеру удалось сделать с Ласкером ничью, а по ходу дела и побеждать. Так вот, два коммерческих матча, которые сыграл Ласкер с Яновским, не позволили ему уделить время Рубинштейну. И в 1911 году Рубинштейн занимает вторые и третьи места только на турнирах самых крупных, в том числе на турнире в Сан-Себастьяне, которому блестяще тогда выигрывает Капабланка. Но вот в личной встрече Рубинштейну подается победить Капабланку. И эта знаменитая партия еще раз показывает всю обоснованность претензий Рубинштейна на звание главного претендента. Разыграна защита Тароша и Капабланка, играя слон Е6 и потом слон Е7, то есть пока остерегаясь выводить коня на Ф6, пытается избежать системы со слон Ж5, то есть основной системы, известной на этот момент. Поэтому делает такой сомнительный ход Ладья Ц8. И Рубинштейн начинает играть невероятно предприимчиво. Сначала он образует сопернику изолятор, а потом сразу указует, что вот слон на Е6, который встал не совсем удачно, попадает под ход конь Ж5, и после взятия на Е6, пешка на Е6 становится таким вот серьезнейшим объектом атаки. Туда продавливает белый слон. Приходится защищать, тогда играется слон Ж5, и снова пешка на Е6 оказывается причиной всех бед, потому что с одной стороны есть связка, с другой стороны угрожает где-то тема коня, который может побить на Д5. А после того, как Апабланко делает рокировка, ему наносится удар, который он считал, возможно, непроходящим из-за такого промежуточного хода ФРС А6. Но белый играет король Ж2, и выясняется, что слон на А3 защищен. А в случае, если пойдут в осложнение, черные сыграют слон Ф2, тогда очень сильно сыграть конь Ф4, начинает подвисать все та же самая пешка на Е6 и слон. Но казалось, что у Капабланко есть ход ладья Д8, но на это у Рубинштейна находится великолепный ответ ФРС С1, и начинает подвисать как ФРС на А6, так и слон РЦ5. Осложнение приводит к тому, что у Рубинштейна оказывается лишняя пешка, но каким он был блестящим мастером Эншпи для реализации, мы поговорим с вами в следующем видео. И таким образом, Рубинштейн выигрывает пешку и потихонечку ее реализует. Но это я вам уже так подробно показывать не буду, вы поверите, наверное, что Рубинштейн эту позицию реализовал. Итак, разгромлен в 2011 году Капабланко, который выигрывает турнир, но вот в личной встрече уступает Рубинштейн. Рубинштейн становится очень опасным соперником. Я покажу еще одну партию Ласкера, конечно, воспринимаясь, как очень опасный соперник Ласкера. Я покажу еще одну знаменитую партию, без которой Рубинштейн, наверное, будет представлен неполно. Это его знаменитая победа, стратегическая победа со своим давним и вечным противником Георгом Сальве, его первым таким сильным партнере. И вот когда Сальве сыграл в этой позиции ФРБ6, Рубинштейн впервые, наверное, в серьезной стратегической борьбе преподносит такую идею, как образовать сопернику вместо изолированной пешки две слабые пешки и потом обработать их с помощью принципа блокады, который еще тогда Немцовичем не был сформулирован. Правда, компьютер справедливо показывает, что еще сильнее, наверное, было сразу ударить по слабостям и сыграть Е4. Но то, что делает Рубинштейн, самодостаточно. Он ставит коня на А4, потом играет слон Е3. Выясняется, что слабое поле С5, которое займут рано или поздно белые фигуры, оно окажет решающее значение в борьбе. И после хода слон Ж4 он не боится, играя Ф3, затупить своего слона для того, чтобы встать потом на С5 и проводит блестящий маневр. Вот маневр, который сейчас сделан в ходе Ладья Ф2, это тоже визитная карточка Рубинштейна. До него так в шахматы, пожалуй, не играл никто. Белые постоянно следят за, как мы уже говорили, важнейшим полем С5. А после хода слон Ф1, конь С5, пешка играет на Е3 и Ладья перескакивает на С2. И вот это давление на пешку С6 теперь становится невыносимым. Дальше происходит тактический удар и Рубинштейн уверенно реальцует свое преимущество. Такие партии производили, конечно, неизгладимое впечатление на современников, потому что виделась огромная идейная работа, которая в тишине, в одиночестве велась Рубинштейном. Он очень много работал над шахматами, но, к сожалению, очень мало комментировал свои победы. И вот наступает 1912 год. Самый удачный, самый блестящий год в эпохе Рубинштейна. Он блестящего играет турнир в Сан-Себастьяне. Он побеждает в других турнирах. Он выигрывает у турнир всех русских мастеров. То есть он в этот момент становится безусловным претендентом номер один. То есть все, что можно было выиграть в 1912 году, он выигрывает. И вот его партия с молодым тогда Алехиным. Это еще один шедевр. Алехин, это сейчас мы воспринимаем как первого русского чемпиона, самого известного русского шахматиста. Но тогда Алехин, это только лишь молодой мастер, подающий большие надежды. А Рубинштейн, это мэтр. Это, безусловно, сильнейший шахматист России. То есть наследник Чегорина во всех смыслах этого слова. Только Чегорин, это тактический невероятный талант, а Рубинштейн стратегический. И вот Рубинштейн играет с Алехином и преподает ему урок стратегии. Разыгранная испанская партия, открытый вариант. И проведены, так сказать, очень известные все идеи. И вот в этой позиции Алехин делает ход ферзь Е1. В чем состоит идея Алехина? Понимаете, он собирался отойти конем на H2, а потом двинуть вперед пешку на F4. И таким образом наладить атаку в центре на королевском фланге. Но Рубинштейн предвидит этот замысел и делает ход. Значит, сначала конь Е6, а потом слон G6. И когда Алехин играет слон бюджи 6, тогда следует парадоксальное FG. И мы начинаем понимать, что по линии F играть-то будут черные. То есть выясняется, что после рокировки пешка на F4, если и пойдет, окажется в проблемах. А конь на Е6 выполняет прекрасную функцию блокады, о которой Рубинштейн знал еще задолго до Немцовича. Конь B3. И здесь следует еще один великолепный ход G5. Теперь поле F4 навечно оказывается под, так сказать, властью черных. Ну и, наверное, современный шахматист нанес бы удар на F3 сразу. Но тогда еще очень много лет остается до Петросяна, который в 1953 году пожертвовал качество позиционно на турнире в Цюрихе. А тогда Рубинштейн подождал еще один ход. И только сейчас проводит вот эту великолепную жертву позиционного качества, которая, конечно, сейчас уже нам всем известна, но во многом, как раз и из-за партии Рубинштейна. Черный подводит все фигуры и после хода кони F4 проникают на территорию белых и уверенно побеждают. Игра, что называется, в одну калитку. Алехин был повержен, ему был преподан тогда. Очень мощный урок. Вот такое было творчество Рубинштейна до 1912 года. И вот в 12-м году он, конечно, воспринимается шахматным миром как претендент номер один. Вы знаете, Ласкер всегда очень хорошо и позитивно относился к Рубинштейну. Но он никогда не шел на финансовые уступки. Переговоры их с Рубинштейном о матче начались. Ласкер не спешил с этими переговорами. Они спорили, даже не столько спорили, сколько обсуждали всякие пустяки. То есть Ласкер совсем не рвался в бой. И Рубинштейн, имея статус главного претендента, моральный, по крайней мере, статус, как-то не сумел это дело продавить. Вообще он был человеком крайне непрактичным. И в 1914 году, когда состоялся крупнейший турнир шахматной в Петербурге, то в условии турнира записали, что победитель этого турнира получает право сыграть матч с Ласкером. Но дело в том, что Рубинштейн ничего не выиграл, потому что в глазах общества он тогда уже был претендентом номер один. А если он в этом турнире выступал неудачно, то тогда кто-то перехватывал унициативу. Вот как раз это так и случилось. Потому что Капабланка был этот кто-то. А Рубинштейн сыграл самый неудачный турнир за всю свою, наверное, карьеру. И даже не отобрался в финальную часть. Даже не смог поучаствовать в розыгрыше призов. Поэтому, несмотря на невероятно удачный 1912 год, он не сыграл свой матч, не использовал свой матч в 2013 году, не продавил свои условия в 2014 году и перед Первой мировой войной. Моральное право он, конечно, сохранял сыграть в матч с Ласкером, но началась война и стало уже немножечко не до этого. Ну а что было после этого, мы расскажем вам в следующем видео, где покажем многие другие великие образцы творчества. Великого Акибы Рубинштейна. Субтитры создавал DimaTorzok